Здравствуйте! 25 февраля 2022 года, 16.48. Я услышал из дому грохот танков, и тут удивительное событие. Танки со стороны Синьковки через Репки сегодня семь раз с семью колоннами с некоторым промежутком по времени ехали в сторону райцентра Репки и дальше на Чернигов. А сейчас ситуация обратная. Сейчас едут со стороны Репок в обратную сторону. Неужели испугались? И, извините за выражение, пиздуют назад в свою рашку, в свои ебеня. Там, где беспорядок, беспредел, бесправие, нищета, угнетение, назад едут. Вероятнее всего, что не могут преодолеть противостояние Чернигова и пытаются объехать другой дорогой. Вероятнее всего, что прут в сторону Сумской области и через нее будут пытаться ехать в сторону Киева. Вот танки едут. Большие такие. Сегодня семь колонн проехало. Я заснял только четыре колонны из семи. Три колонны не снимал, потому что и на сорок одну минуту времени получилось. Видео я снял. Так, фокус ушел. И когда я там на компьютере работал, монтировал видео, не успевал бегать, снимать это все. А сейчас они шируют назад. Вероятнее всего, что прут, но там же дороги такие, сельские, узкие, неприспособленные. Вот, наверное, на них и решили по ним проехать и через Сумскую область направление на Киев держать. Ну и из Сумской области можно и в Харьковскую область заехать. Чернигов навешал в пиздюле этим скотам. Не могут через Чернигов пробраться. Десна не пустила. Украинские военные взорвали металлический мост за Черниговым в сторону Киева. И Десну там не преодолеть. Хоть понтоны ставь, хоть не ставь. До этих понтонов ни танки, ни бронетранспортеры, ни БМП, ни какие грузовики, никакие зенитки, никакие гаубицы, никакие передвижные установки ракетного или зенитного огня. Туда не смогут спуститься и проехать. Там непреудалимая преграда. Неспроста этот мост такой высокий, на таких высоких горбах стоял. И когда едешь по тому мосту, там высота моста была где-то метров 50, может быть даже больше от уровня воды и до той поверхности, по которой транспорт ехал. Может быть даже больше, чем 50 метров было. Сейчас прут назад. Но я не думаю, что эти захватчики едут в сторону своей родины, своей Рашки. Вероятнее всего, что не могут преодолеть защиту Чернигова. И там им делать нечего. Не могут добраться к своей цели в сторону Киева. Это вот там, где Чернобыльская зона, где река Припять, где город Припять в Черниговской области. Вот там реку Припять со стороны границы с Белоруссией форсировали. Хотя там были взорваны мосты, но там привезенные понтоны российские захватчики установили на поверхность этой реки Припять. Она сейчас не очень полноводная. Зима была малоснежная, воды мало, разлив слабенький. Даже разлива еще не было, еще вот не полностью земля оттаяла. Так что не все так получается, как на карте рисовалось. Что Украину захватят один день, и Украина поднимет белый флаг и на колени встанет перед этой крысой, бункерной, кремлевской. Прут назад. Не получается преодолеть в этом направлении препятствия и природные, и защиту Чернигова войсками и добровольцами, войсками Украины. В интернете я сегодня читал информацию о том, что даже безоружные местные жители в Сновске, это бывший город Щерц, в Черниговской области. Это недалеко отсюда, ну относительно недалеко. Такое же расстояние, как до Чернигова от меня. Оттуда на велосипеде ездил. Вот, и там заглох танк. Украинцы, местные жители, вытащили из этого танка танкистов этих российских, арестовали их. А танк подожгли внутри, он там выгорел. И пришел в неводность. Вот так вот. С мечом пришли, от меча своего и погибнете. Надо было дома сидеть и не соваться никуда. Не захватывать чужие земли. И не заниматься грабежом, захватом того, что вам не принадлежит. Здесь свои есть хозяева этой земли, которая полита кровью и потом тысяч поколений людей, которые жили на этой земле. А России еще и в помине не было. Когда и Чернигов стоял, и когда Киев был, Москвы не было тогда. Там жабье болото было, квакали жабы на этом болоте. Россия приписывает историю Украины, Киевской Руси, все себе. Вот так вот на лжи, на обмане, на гибельсовской папаганде обманывают население России и зомбируют через телевизоры. Не смотрите российские телеканалы, там только ложь, обман, клевета и пропаганда. Читайте информацию в интернете, смотрите документальные съемки. И вот то, что там вам показывают со стороны ЛНР, ДНР, это марионетки Кремля. Это все в Кремле пишется и рисуется. Там этот Денис Чепушилин, бывший распространитель мавродиевских бумажек. Он там никто, он просто марионетка, он там ничем не командует. Он просто мордой своей торгует и деньги получает, и на этом наживается. Там всем из Кремля руководят. Вот так вот не получилось захватить Украину. Удачи всем украинцам, здоровья, благополучия, держитесь. Мы отстоим свою родину и не покоримся этим беспредельщикам и захватчикам. Слава Украине и слава героям и защитникам Украины. До свидания, до следующего видео.